Приветствую вас и коллега Мария. Очень хороший был совет. Я думаю, что обязательно вам стоит попробовать и манпонировать, но по моему мнению мужчина будет говорить вам, что все хорошо, что у него все в порядке, не будет вам позволять как-то ему помогать, участвовать и в его жизни. И причина здесь в том, что он не закончил долгим образом свои отношения с предыдущей девушкой, то есть он, вероятно, боится, что у вас тоже ничего не получится и что он опять будет один. И из-за этого он, как бы, может быть, инфективно, неосознанно стремится к разрыву отношений с вами. Понимаете, для того, чтобы говорить вам, как поступить, нужно отметить две вещи, прежде чем говорить вам это. Во-первых, конкретных советов вам давать я бы не знал, потому что говорить вам, как поступать означает дать ответственность за вашу жизнь, а эти не являются этичным и профессиональным с точки зрения психолога, ну и, наверное, с точки зрения любого вашего уважающего себя специалиста. Надеюсь, надеюсь, с вашей стороны будет понимание этого, потому что это очень важно. Дальше. Дальше, для того, чтобы более подробно дать более полные рекомендации, вам нужно сделать несколько уточнений. Во-первых, вы пишите, что мужчина привык к одиночеству, но у него была девушка. Не могли бы вы немного этот момент пояснить? Как он мог привык к одиночеству, если у него была девушка? Далее. С какого момента мужчина стал агрессивным? Может быть, между вами была какая-то проблема, какая-то неувязка, какая-то недоговоренность, недопонимание, что привело к такому его поведению? Постарайтесь проанализировать отправную точку начала его агрессивного поведения, чтобы вынести на обсуждение не то, нормально ли у вас все в отношениях, а именно эту проблему, которая повлекла такое вот изменение его поведения. И если с этой стороны все хорошо, то тогда большая доля вероятности можно сказать, что мужчина, он не готов сейчас с вами жить вместе. И все, что вам нужно сделать, это просто либо принимать его таким, какой он есть, то есть вот терпеть его агрессию, да, его какие-то моменты негативные, отбросив идею жить с ним, либо действительно уйти и на время оставить всего одного, чтобы он побыл без вас, пообдумал свое поведение, свои чувства к вам, и тогда он уже пришел бы самостоятельно к выводу о том, что ему, собственно, нужно. До тех пор, пока он уверен, что вы с ним, вы никуда не денетесь, у него не будет с ним у вас что-то менять в своей жизни, как-то какие-то решения принимать. Если он видит, что может вас потерять, вот на тот момент его, как бы сказать, отрезвить. И если чувство к вам, у него есть действительно сильное, он будет за вас бороться, он будет проявлять вам знаки внимания, будет вас возвращать и прочее. Если же чувства к вам нет, то на вас посыпятся обвинения, а еще больше в том, что вы предали, что вы там не поддержали, что вы его бросали, так же как предыдущая девушка и прочее. В этом случае, естественно, отношения поддерживать не надо. Ну, а как поступать именно, решать все же вам, потому что только вы способны принять решение. Решение нужно принимать, исходя из своих ценностей, идеалов, стремлений и желаний. Только на основании этого и ни на чем, ни на каком другом основании. Потому что жизнь ваша, и только вам решается, как ее прожить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Благодарю.